Айрулин, значит, первый вице-премьер. Он был раньше заместителем мэра Москвы. И вот за одну неделю человек делает следующее. Приезжает Херсон. И сначала он говорит, значит, ну, Херсон, Россия пришла навсегда. Говорит, он навсегда. И теперь жители Херсона включатся в братскую семью народов России. Ну, тут начинается уже, значит, давайте. Во-первых, человек находится на территории Российской Федерации, которая с большой вероятностью будет возвращена Украине. Даже в случае заключения мирного соглашения, даже не в случае тотальной военной победы, этот Херсон захватили, чтобы обменивать на что-то. На Мариуполь, на что-то. Значит, а человек находится на территории Украины и совершает уголовное преступление по законодательству Украины, которое называется попытка нарушения территориальной целостности, совершенная должностным лицом государства, представителем власти, и поведших в смерти одного или более лиц. То есть это пожизненное заключение с конфискацией имущества. То есть предположим, что все об со всеми договорились. Но этот-то человек конкретный, вот он сегодня под санкциями. И он же захочется снять санкции, а теперь он уже уголовник по украинскому законодательству. А на следующий день, вот, например, там, когда такое же заявляет Медведев у себя там в России, он не становится уголовником по украинскому законодательству. Даже заявил-то он это в России. А этот человек заявил об этом в Украине и нигде больше. Понимаете? И он не является военным. То есть когда находится армейский там солдат и что-то он делает в Украине, то он попадает под Женевскую конвенцию, под защиту прав военных. Потому что есть правила ведения войны Женевской конвенции. Если возьмут в плен, то на него распространяется Женевская конвенция. А если наши возьмут в плен Хайрулина, то на него не распространяется Женевская конвенция. Он не военный. Он непонятно кто, так ведь? Когда он находится на территории Украины. А на следующий день этот же Хайрулин заявляет. Хуснулин, вот извините, Хуснулин, конечно, извините, товарищ Хуснулин. Значит, товарищ Хуснулин, находясь на Запорожской атомной станции, мы предлагаем Украине покупать электроэнергию с Запорожской атомной станции. Пусть закупают энергию у нас. Это же теперь наша станция, сказал он. Пусть закупают электроэнергию на Запорожской атомной станции. Такое заявляет человек. А это уже преступление по российскому законодательству. Поскольку это присвоение радиоактивных веществ называется. Я почитал, это до 10 лет лишения свободы по российскому законодательству. Поэтому сменится режим в России, он будет сидеть в России. То есть, после войны мы сначала посадим его на пожизненное в Украине, а когда он его отсидит, это пожизненное, вернем его в либеральную Россию, чтобы он досиживал свою десяточку за нарушение уже российского законодательства. Вот. Но к чему я это говорю? Вот когда эти люди это говорят, это не шутки, не случайно. Они не ерничать приехали. Это же не Жириновский, да? Ну вот зачем этот человек говорит вот такие вещи? Зачем он говорит, что Запорожская атомная станция теперь будет за деньги продавать электроэнергию в Украину? Причем, что знает, что украинская, кстати, сеть электрическая уже отключена от России, да? Куда она там будет это все девать? Прекрасно понимает, что такое МАГАТЭ и все такое, да? То есть, для чего выпущен этот человек как бы на волю сейчас? Он выпущен Путиным и кремлевским руководством с одной целью. Показать Западу. Смотрите на Западе. У меня есть еще вот такие кретины и идиоты. Вы хотите, чтобы они пришли к власти? Я, ребята, товарищ Путин, здесь самый либерал, самый демократ, самый разбирающийся, умный человек в международном законодательстве. Вот посмотрите, я выпустил своего вице-премьера, но это уже как бы вторая степень власти. Первая степень – это президент-премьер и председатель Совета Федерации, а вторая степень – вице-премьер. Человек второго ряда приходит и, уважаемый Запад, уважаемый Нью-Йорк Таймс, вот посмотрите, мой вице-премьер – дебил, даун. Он за два дня совершал себе на пожизненное плюс десяточку двух разных стран. Вы хотите, чтобы я их пустил к власти? Вы хотите свергнуть меня, а их поставить? Вот помните, Анна, вначале вы говорили версию нашей телезрительницы, а давайте вот этих свергнем, а этих поставим. То есть вот таких, как Хуснулин, то есть вот Путин же специально показывает, ребят, нет никого. Он специально таких выпускает. Он выпускает Кириленко этого своего, Кириленко, который ставит бабку с красными флагами пионера, чтобы показать, вы, может, Кириленко хотите? Вы считали, что он в очках умный? Вот. Он поставил бабку с красным флагом – вы пионеры. Вы хотите Турчак там еще был такой? Турчак, да. Вот они там тоже, он член Совета Федерации. Тоже в Херсон приехал, вот такую же ерунду несет. Вот Путин этих клоунов выпускает специально и специально поручает им нести все это ахинею, чтобы сказать, нет, я здесь один, я остался один, я всех вырезал вокруг себя, я один, только со мной вы будете иметь дело, ребят. Субтитры подогнал «Симон»